Я, знаете, сегодня как раз хочу говорить о том, насколько мы живем в зависимом мире. Как мы от многого зависим. Может нам хочется жить в абсолютной свободе? Я думаю, да, хочется, правда. Но как от многого мы зависим. Сейчас, пока мы пели последнюю песню, такая она прекрасная. Конечно же, невозможно не молиться, когда поешь эту песню. Я молилась. И подумала, как нужно человеку смирение, чтобы слышать Слово Божье, чтобы услышать его, правда? И как вы должны сейчас сидеть в смирении, чтобы слышать Слово Божье и принять его для себя? Но я вам скажу, больше всего смирения нужно тому, который говорит его. Это большее смирение пред Господом, чтобы это Слово донести до вас. Это такая истина, которую надо познавать в процессе жизни. Итак, я хочу обратиться сейчас к Слову, 1 Коринфянам 9,19. Как сказал о себе Павел. Будучи свободен от всех. Я всем поработил себя. Дабы больше приобрести. Я думаю, это то, что больше всего никто не хочет. Это поработить себя. Ради чего? Ради кого? Ради других. Мы все жаждем свободы. Внутри Дух жаждет свободы. И действительно, Бог, создавая человека, вложил в нас свободную волю. Ну скажите, долго мы пробыли в этой свободной воле? Долго человек пробыл в свободной воле? Коротенькое время. И что случилось? Свою свободную волю Он отдал. И с этого момента, можно сказать, что весь мир порабощен. И с этого момента, мы можем сказать, что весь мир порабощен. Попал под зависимость. С этого момента, абсолютно все действует под законом зависимости. И, к сожалению, мы во многом зависим от этого грешного и проклятого мира. Поэтому мы живем в сопротивлении. Поэтому мы живем в мучениях. Мы вырываемся каждый раз в свободу. Правда? Я думаю, что чувствует это тот особенно, который хочет иметь полет в духе. Да, в мире стал действовать закон зависимости. Мы с вами знаем закон сеяния и жатвы. Иногда этот закон действует против нас, если мы плохое сеем. Иногда очень хороший закон для нас, потому что мы сеем добро и пожинаем добро. Но так же действует закон зависимости. Даже когда человек говорит, что он ни от кого не зависит, ни от чего не зависит. Он свободная личность. Он самостоятельный. Мне всегда хочется улыбаться. Думаю, знаешь ли ты, человек, сколько в тебе зависимости и как от многого ты зависишь. Каждый ошибается, кто себя таким считает. Павел очень хорошо вот эту зависимость охарактеризовал. Римляне 7, 14, 25. Мы очень хорошо знаем эту цитату. Роман 7, 14, 25. Мы знаем эту Стриму очень хорошо. Но она именно показывает всю нашу зависимость. Как он говорит. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян. Предан греху. Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Вот она, зависимость. Если же делаю то, что не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Смотрите, что происходит. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Доброго, которое хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий. Закону ума моего. И делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Вот она, зависимость. От чего? Да хотя бы от тела. От греховного тела, от плоти. Действительно, он говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью закона греха. Я благодарю Богу, что через Иисус Христа я Бог, так что тогда, с моим сознанием, я себя служил права Бога, но с кровью – права смерти. Вы знаете, что я вам скажу? Вот так может понять и увидеть только тот, который познал свободу. Он ощущает разницу. Человек, который продолжает жить вот в этом грехе, продолжает жить в плену, он не знает, что такое свобода, он не может различить ее. Но наш дух свободный, имеет зависимость от плоти, к сожалению. На свободную волю человека теперь уже оказывает влияние очень много, абсолютно все вокруг нас. Состояние плоти, состояние души. Разве не так? Окружающая среда. Мы зависим от многого. От многих обстоятельств. Зависим даже от того, где мы живем, от культуры. Независимо от того, что у нас свободный дух, мы от многого зависим. Мы и наши решения принимаем в зависимости от многих причин. Правда? Наша свободная воля порабощена условностями. Культура, этикетка. Установленным порядком, законом страны, в котором живем. Правилами семьи, традициями. Сколько можно перечислять. От чего мы только независимы. От того, что мы зависим. Даже от настроения соседа. Зависим, понимаешь? Ой, только дети, малютки, они не имеют такой зависимости. Потому что они отличают правую руку от левой. Свободные. Поэтому Иисус сказал, будьте как дети. То есть, Он имел в виду, о внутренний дух наш, должен прийти в эту невинную чистоту и свободу. Вот они в этой свободе, Он говорит, видят Царство Божье. И мы, когда мы освобождаемся в Господе, мы видим Царство Божье, если освобождаемся. И когда мы свободны, мы можем видеть Царство Божье, если мы, конечно, свободны. Эта свобода, она как бы нами восхищается, но в Иисусе Христе, в Духе нашем. Но вот этот мир, он влияет на нас в основном через знания. Правда, согласитесь? Когда мы получили зависимость. Когда вкусили познание. Не те, что надо. И через познание приходит зависимость сегодня. Познание добра и зла. И чем больше человек познает грех этого мира, тем больше он становится зависимым от этого греха. Сколько я слышал от молодежи, говорили, ой, я немножко там погуляю, я немножко, я же должен попробовать, я в молодости. И вы знаете, что у них в голове в это время? Что они не будут зависимыми. Они попробуют и все. Но все, что ты попробовал, ты стал от этого зависимым. Каждое знание делает тебя зависимым. Экклесиаст очень хорошо сказал 1.18. Во многое мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Вы думаете, он имел в виду духовное познание? Нет. Это земное знание. Это земная мудрость. Она умножает скорбь. Это не познание Божье. Это не познание истины, которая нас освобождает, делает нас свободными. И это не знание Бога, знание правды, которая позволяет нам свободными. Приносит нам радость. Когда мы познаем, что-то Бог нам открывает, мы наполняемся радостью. Не так? Когда мы что-то познаем, из этого мира мы печалимся. Человек, живущий по духу. Или же духовная личность, так можно сказать. Разделяется. Чувствует себя разделением. На внешнего человека и внутреннего. Как Павел только что сказал. Внешний человек у него есть и внутренний. И внешний все время препятствует и мешает внутреннему быть свободным. То, что хочет внутренний человек, дух наш хочет, плоть препятствует. Итак, внешний человек порабощен. Он в зависимости. А внутренний свободен. Он независим. Однако, наш независимый дух, где находится в зависимом теле. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого тела смерти? И пока мы еще порабощены плотью. Наш дух, хоть он и свободен. Она под зависимостью. От нашей плоти. А плоть от всего окружения. Потому что мы в некотором смысле не свободны. Для того, чтобы ощутить свободу, Иисус предлагает одну вещь. Какую? Умереть это сто процентов. Еще одну. Зайти в комнату. Закрыться. От всего, от чего ты зависишь. И просто предаться Богу. Предаться Духу Божьему. Понимаете? Тогда вот в этом состоянии ты можешь ощутить свободу Духа. Ты можешь ощутить вот этот полет. Да, плоти еще нас будет удерживать. Это никуда не деться. Но Дух может ощутить полет. И так, тот же самый, я умом моим служу закону Божьему. А плоть, она все время будет требовать своего. Мы даже принимать решения не можем свободной воли, как человек думает. Я имею право решить, как я хочу. Попробуй. Мы не можем жить независимо от окружения. Не можем. Мы зависим. Даже от погоды. Поэтому мы даже решения, когда принимаем какое-то, мы идем как бы на компромисс. Не с грехом. Но с грешным миром приходится. Многие вещи приходятся. Даже вот, к примеру, некоторые вынуждены иногда воскресенье работать. Грех это или не грех? Нельзя. Вынуждены. Дух пред Богом, а тело работает. К сожалению, эта же зависимость от внешней среды влияет иногда на наше избрание. На наше общение с Богом. На наши молитвы. Вы знаете, насколько это влияет? Вот, к примеру, мы бываем несвободы даже в наших молитвах. Собрались мы вместе на молитвах. И я уверена, что у каждого есть мысли. Как помолиться и что сказать? Чтобы этого не смутить. Чтобы того не обидеть. Это что? Это свобода. Это тоже зависимость. Может быть, бывает из добрых побуждений. Но зависимость. Я вам скажу, что не свободен даже проповедующий. Настолько, насколько хотел бы быть свободным. И его крылышки связывают. И он думает, что проповедовать и как. И кому, и когда. Потому что все в зависимости. Ты думаешь, как ушами плоти этот услышит. Как ушами плоти тот услышит. Как это на одного повлияет или на другого. Это уже не является свободой. Потому что когда мы одни, наедине с Богом. Мы свободны в молитве. А когда мы несколько человек. То уже все равно думаешь. Понимаете? Как хочется пребывать в этой свободе. Как хочется, как Павел говорил, что он сообразует с духовными. Духовное. Потому что тогда может быть свободы больше. Мы бываем скованными. Не духовностью рядом живущих. Огружающих нас людей. Скованными. Мы не свободны. Мы не свободны. Поэтому Павел тоже проповедовал. В зависимости. От того, где он был. И кому говорил слово. Вот он говорит 1 Коринфян 9, 19, 23. Ибо будучи свободен от всех. Я всем поработил себя. Дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей. Чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный. Чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых законов. Как чуждый закона. Не будучи чужд закона пред Богом. Но подзаконен Христу. Чтобы приобрести чуждых законов. Для немощных был как немощный. Чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем. Чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Все же делаю для Евангелия. Чтобы быть соучастником. Свободным был Павел или зависимым. Он говорит, что будучи свободен. Поработил себя сам. То есть тот, кто воистину свободен. Он может поработить себя сам. Ради кого? Чтобы приобрести. А не так. Я свободен, что хочу, где хочу. Говорю, проповедую, учу, молюсь, как хочу. Скольких можно сломать. Скольких можно смутить. Это мудрость. Это мудрость. Это и есть мудрость. Вы знаете, я заметила, что многие так живут. Именно проповедуют соответственно тому, кому и как проповедуют. Павел многократно объясняет, что он смотрел, кому и что можно говорить. Помните, Евреям 5, 12-14 говорится. Ибо по времени вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Значит, что получается? Мог он дать им твердую пищу? Не мог. Опять нес им молоко. Зависимость. Поработил себя. Ему не об этом хотелось бы говорить. Но надо. Это называется свобода в духе, но живу под зависимостью. Иисус тоже поработил себя. Самое великое порабощение, наверное, совершил Иисус. Он был свободен вообще от всего этого. Он жил на небесах. И как поработил себя, чтобы спасти некоторых. Он принял даже плоть раба. То есть человека. Плоть, зависимую от всего. Представляете? Ради того, чтобы приобрести некоторых. Он знал тайны. Он общался с отцом. А передать ничего не мог. В зависимости от того, кто его окружал, он и говорил. Ученикам одно, народу другое. У Иоанна 3, 12 написано. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Не могу. Иисус поработил себя. Павел поработил себя, будучи свободным. Если ты хочешь достичь некоторых, многих, живущих с тобой рядом, или где ты будешь послан, ты должен поработить себя. Но это возможно, если ты свободен. Если ты и так раб греха, что тебе порабощать? Это нужно, чтобы ты был свободен. Невозможно жить в обществе людей и ощущать себя независимыми от людей. Так Евангелие не донесешь. Благую весть несут в любви. А любовь порабощает себя. И так мы живем в мире зависимости. И мы зависим от многого. Зависим от отношений к нам. Я вам скажу как. Если тебя не уважают, тебя и слушать не станут. Мы зависим от того, чтобы нас уважали. И они зависят от нашего отношения к ним. И все же при всей зависимости мы должны оставаться свободными. Возможно. Возможно. И как оставаться свободными? Жить по духу. Жить по духу. Вы знаете, что нам приходится делать иногда выбор. Принимать решения. И эти решения бывают иногда по жизни. Жизненные такие вопросы. По плоти, можно сказать. И они, конечно же, повлияют на окружающих. Поэтому нужно очень хорошо рассмотреть и принять правильные решения. Потому что мы в зависимости. которые мы должны принять духовные. В таком случае оно тоже повлияет на окружающих. Но когда мы будем принимать решения духовные, мы должны принимать их в свободе. Если мы не будем принимать их в свободе, а будем принимать в зависимости от плоти, мы никогда не примем правильного решения. не путайте две вещи. В зависимости от плоти плотские решения принимаются с учетом. Духовные вопросы, то, что касается вашего духа, вашего избрания, ваших отношений с Богом, принимаются в свободе. и никогда не надо быть зависимым. Если вы будете духовные вопросы принимать в зависимости от плоти окружающей вас, вы никогда не пойдете за Господа. Вы не сможете. Потому что зависимый мир не отпускает. Поэтому принять решение нужно духовно. в духе и в истине и в свободе. Вы посмотрите Галатам 1, 15, 17 как Павел говорит. Когда Бог призвал его, он говорит, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. и не пошел в Иерусалим предшествовавшим не апостолом, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. То есть, как он принял решение? Он зависим от многого. Но когда коснулось Духа Божьего, призвание, когда коснулось Его Духа, он один на один с Богом должен принимать решение. Если вы слышите призвание Божье и идете к человеку к плоти советоваться принять мне или не принять, да вы недостойны принять потому что вы к плоти пошли советоваться. Это надо решать тут же ты и Бог. Это отношение между тобой и Богом. Никакой третий не может стоять между тобой и Богом никто. Понимаете? Никто. Плоть не может. Хоть вы зависимы в этом мире, но ваш Дух должен быть свободен. Вот это большая разница. Даже решение ваше, оно окажет влияние на жизнь рядом живущих. По плоти оно будет выглядеть жертвенной. а по Духу мудрым. Понимаете? А по плоти это будет жертвенное. Поэтому человек внутренний свободный, а внешне зависимый. но когда вы избираете жизнь в Духе, вы избираете жизнь в свободе. Я скажу вам, к примеру, вот мы сейчас с вами имеем воскресение внутри нас. Имеем воскресение Иисуса Христа есть внутри нас? В воскресении однако плоти в чем? В смерти. В воскресении точно так же плоти наше свобода и нас свободна. И когда уже мы расстанемся с Плоти, тогда воскресение наше явится. Также и абсолютная свобода Духа явится. Но нас никто не освобождает сейчас жить в воскресении. Мы сейчас завязаны жить в воскресении, правда? В жизни. Иначе мы не можем дать никому жизнь, если мы сейчас не имеем внутри себя воскресения. Точно так же мы сейчас должны иметь внутри себя свободу. Чтобы сделать других свободными, мы должны быть свободны. Другое дело, что порабощаем себя. для того, чтобы сделать других свободными. Но ваш внутренний дух не оправдаетесь пред Богом сказать, что ну мы же подзависимы. Я не мог принять это решение, потому что мы в зависимости. Нет. Не оправдаетесь. Внутри вас свобода. Ваш дух свободен. Поэтому Господь, когда призывает, обращается не к плоти и не к крови, а к духу вашему. Когда он призывает, он избирает внутреннего человека, а не внешнего. Поэтому мы так часто не понимаем его избрание. Почему он избрал его, а не меня? Ведь он еще делает то-то и то-то. А Бог видит дух, а не плоть. Плоть, что делает, Бог сам поможет изменить. Дух избирает Господь. Понимаете? И вы избираете его внутренним человеком. И идите за ним. Вы свободны воистину. Когда ваш дух стоит во голове всего вас, вашей личности. Ну, я надеюсь, вы что-то услышали. Я надеюсь, что вы услышите призыв. И вспомните, что вы независимы духом. Что вы свободны вновь принять правильное решение. Будьте благословены. Мои дорогие братья и сестры, давайте помолимся с вами. Наш драгоценный Господь и Бог, действительно, это так интересно, что ты вложил вот эту свободу во внутренности нашим. И когда эта свобода посмотрит со стороны на себя и видит сколько зависимости, но делает шаг веры по пути свободы, и эта зависимость просто раскрывается как море. И идем верой по суше. Слава тебе, великий Бог, что ты даешь такое великое откровение. двигаться Духом сквозь всю эту зависимость, чтобы жить в свободе. Благослови Церковь, прошу тебя. Благослови тех, у кого есть уши, как ты когда-то сказал, имеющие уши, да слышим, что Дух говорит Церковь, да услышать сейчас, что ты, Господь, говоришь к Церкви. Благослови. Славлю Тебя за все и поклоняюсь перед Твоей премудрость. Аминь. Аминь.